Добрый день! Сегодня 5 февраля 2024 года. Я продолжаю свой рассказ про нашу поездку в Мексику, в Канкун, на наши даты Лерин, день рождения и 19-летия моего приезда в США. Я в предыдущем ролике рассказала вам про отель, в который я не советую вам ехать, потому как им надо очень хорошо поработать, прежде чем он будет достоин тех четырех звезд, на которые они якобы претендуют. Мы были очень довольны вот этим днем, 21 января в прошлом году, когда мы жили в отеле, подпишу название этого отеля, шикарный отель был, хотя он как раз был не Grand, у них, по-моему, 5 отелей одного хозяина, и мы ездили в тот, который был поприличнее нашего, но наш был тоже шикарен, и цена на него была хорошая. Может быть, кто-то воспользуется этой рекомендацией, потому что сочетание цены и качества было шикарным. И там был один единственный платный ресторан, в котором вы могли заказать ужин за свои собственные денежки, и мы воспользовались этой услугой и были очарованы, потому что они так здорово все организовали, я вам показывала, что перед каждым блюдом, которое подавалось, нам показывали мультик на тарелке, вот сверху прожектор стоял, нам показывал, и мы просто тащились перед каждой едой, и нас двоих, наверное, человек 5 обслуживало. И я помню, что я сказала, ребята, а ничего, что если мы еще одну бутылочку шампанского откроем, они говорят, да хоть 10. Все вот в эти очень небольшие, кстати, деньги, 80 долларов я заплатила за этот шикарный ужин, и эту вторую бутылочку мы разлили тем, кто за нами ухаживал, потому что мы на самом деле были восхищены тем, как это было устроено и как они нас обслуживали. Здесь я тоже посмотрела, у них есть возможность провести романтический вечер, они для этого накрывали столик в маленьком таком бунгало у самого берега, это было приемлемо, правда, цена была в два раза выше, 150 долларов стоило, и туда включена была только одна бутылочка шампанского, нам больше не надо. И я вчера на юбилее как раз нашего канала вам показала, что Лэри открыл бутылочку шампанского, себе налил вот столичка, а я вот с одного бокала сидела перед вами в конце этой передачи «Пьяная распьяная», несмотря на то, что я подъела перец, зная, что я буду алкоголь принимать, то есть нам одной бутылки шампанского выше крыши, но само положение вещей, цена в два раза выше, а вас ограничивает даже в алкоголе, который стоит, безусловно, там копейки, это никакое не французское настоящее шампанское, которое стоило бы значительно дороже. Я сходила, переговорила с консьержкой относительно этого, узнала, как это будет все выглядеть, и взяла у нее меню, потому как у меня муж с проблемами, он совсем не ест старые сыры, только молодые, типа моцареллы, у него и другие проблемы со здоровьем тоже есть, поэтому я уже приспособилась за эти три года его очень хорошо вкусно кормить, обходиться только одним сыром практически. Я принесла ему меню, он пальчиком потыкался, это мне нельзя, это мне нельзя, это мне нельзя, это я не хочу. И мы решили, что мы не будем заказывать в своем отеле, а выйдем куда-нибудь в ресторан. Я это озвучила нашей консьержке, с тем, что если мы не возьмем это, то мы, скорее всего, куда-то поедем, если у нее какие-то рекомендации. И она нам посоветовала Краб Хаус, причем она сказала, если вы надумаете туда ехать, дайте мне знать, я для вас зарезервирую место. Видимо, они чего-то получают с тех ресторанов, в которых они резервируют своих людей, но я не успела ей такую услугу оказать и дать возможность заработать. Лэри посмотрел этот ресторан, посмотрел другие рестораны, которые к нам были расположены поближе, и решила, что мы поедем в этот. И мы в этот ресторан потащились, и я тоже буду его вам рекомендовать, несмотря на то, что цены-то там такие хорошие. То есть они рассчитаны именно на туристов, что они раз уже едут сюда, то они готовы платить. И я не могу другие, допустим, цены сравнить, а я сравню два блюда. То есть я вам уже говорила о том, что в прошлом году мы с Альбиной выезжали в город. Она жила перед этим целый месяц к стоматологу туда ездила, знала вокруг хорошие местечки, где хорошие рестораны, они готовят вот целиком рыбу. И я помню, что она стоила 10 американских долларов, но нас официант спросил, вы обратили внимание, сколько она стоит? Да, конечно, обратили. Несите нам уже ты рубку, будем мы ее есть. А здесь я рыбку заказала за 8-10, по-моему, 2 доллара. И никто не говорил, а вы обратили внимание, сколько эта рыбка стоит? И я обратила внимание на суп, потому что я очень часто заказываю супы вместо основного блюда. Я очень люблю. Клейм Чаудер тоже суп был. И обычно, он даже у нас здесь, в Штатах, мы обычно едим его где-то на побережье, чтобы все свеженькое было. Оно стоит 6-8 долларов. Ну, в самом крутом будет стоить 12, а у них он стоил 20 долларов. Вот просто супчик. То есть я сказала, не-не-не, я буду рыбочку уже есть, потому как я приехала сюда себя баловать. То есть есть возможность меню посмотреть. Если вам понравится этот ролик и то, как нас обслуживали, вы захотите туда поехать на какое-то мероприятие, то я думаю, что стоит туда съездить. Мы, когда приехали, ресторан был почти пустой. Там два столика только было занято, а потом набился. Туристы там празднуют сильно хорошо. Нам принесли вот такую тарелку, на которой были разложены сырые продукты, которые они говорили, вы можете выбрать вот это, вот это, вот это, и мы вам все закажем. И Лэри заказал тарелочку с морепродуктами. Она, конечно, смотрится значительно скромнее. Можно было заказать двойную на двоих, но я сказала, не-не-не, я хочу рыбу целиком, и я эту рыбу и буду заказывать. Он остался очень доволен. Вот всем одно он сказал чуть-чуть. Был странноватый вкус, а все остальное то, как он любит. А мне принесли вот такую шикарную рыбу. Причем сверху вот это лежит чесночок с чем-то. Очень мне понравилось. Я съела всю эту рыбину, и последние кусочки доедала уже с трудом, потому что была наполнена. Обычно я с рыбой не чувствую себя, что я прямо вот много-много съела. Это все-таки легкая такая, да. А здесь я поняла, что я наелась. Но пока нам готовили наши блюда, нам принесли вот такие хорошие хлеба, и нам принесли маслица с чесночком. Очень тоже было хорошо. Мы с Лерей там нафотографировались, и я фотографии даже разместила на Фейсбук, и подписала, что 19 лет, как я в этой стране. И Лерей тоже разместила, что у нас сегодня Бездебой, именинник есть. О, кстати, я забыла, что пока готовили, он еще заказал устриц. Хорошие, свежие, но они были такие огромные. Я не смогла бы вот такую целиком положить, прожевывать. Я, по-моему, на три части разделила. Обстановка шикарная. Мальчики поют. Я, слава Богу, прошлась немножечко по ресторанчику и засняла вам вид на море, на залив, вот где яхточки стоят. Мы прямо здесь у краешка и сидели. То есть, когда мы пришли, у нас была возможность выбрать, посадить нас здесь, а не в другом месте. И мы по-настоящему насладились атмосферой. И я даже засняла то, что нашим соседям заказывали там. По-моему, японская семья была с ребеночком, и они заказали мороженое под горячим шоколадом. И вот они тут переливают огонечки с тем, чтобы этот шоколад сверху еще разочек налить, чтобы эта форма была такая интересная. То есть, мне нравится, когда вас в ресторане еще и развлекают. Кстати, там, видимо, у кого-то тоже был день рождения, и они их поздравили. Вот так вот интересно свечечку принесли на стол, поставили. По-моему, песенку не спели. Мы не стали говорить о том, что у нас день рождения. Не знаю, почему мы поскромничали. Пусть бы они нас тоже так порадовали. Упустили мы этот момент. Хотя после того, что других вот они почиствовали, можно было сказать, мы тоже именинники, мы тоже именинники. Но вот Лерри-то руками же. Многие свои продукты брал в руки. Он пошел мыть руки в туалет. А в это время нам принесли вот эти тарелочки, чтобы ручки помыть. Я сразу же вспомнила ситуацию. Тогда, когда наконец-то границы открыли, и в наш закрытый Советский Союз, уже к тому времени Россию, стали привозить другие кухни, и стали приносить вот такие вот мисочки с лимончиком. И помню, что кто-то рассказывал по поводу того, что, ой, принесли чего-то попить, почему-то из мисочки. Дай-ка я попью. А это водичку принесли руки помыть, потому что была такая необходимость. Ну, Лерри уже все сходил и помыл, а моя рыбка, слава богу, обошлась без того, чтобы ее брать руками. Но, тем не менее, я все равно сходила по окончании их туалет. Я люблю посмотреть туалеты, в каком они состоянии. И хочу сказать, в этом ресторане и туалет вас тоже не разочарует. Чистота абсолютная. Но я так прошла еще и свой наряд дня вам показала. Я люблю вот этот вот сарафан. У меня есть фотографии с позапрошлого уже теперь года, когда мы ездили с Жениной сестрой на круиз. Я его тоже с собой брала. Надо мне его не забывать. Ну, я сделала такую коротенькую фотографию со своего телефона, где наш отель находился. Он находился вот на самом уголочке. И я, когда рассказывала про отель, я забыла сказать, у нас стоял волнорез, который закрывал огромные волны, которые бы, конечно, испортили тем, кто любит покупаться, ощущения. И поэтому у нас вот в нашем месте, мы рядышком с этим волнорезом находились, у нас волна была очень небольшая, несмотря на то, что ветры дули ужасные. Я вам снимала, и в прошлом ролике показала, что вот такие волнищи. А у нас было поменьше из-за этого волнореза. То есть, если кто-то покупаться хочет, то можете отели рядом с этим посмотреть, а может быть, этим позвоните, спросите, сказать, у вас коридорчики-то все уже повелены, или нам стоит выбирать другой отель. Кстати, один из корпусов, вот этот высокий, круглый, он попадается здесь, у нас тоже круглый, он уже новый, может быть, там получше, может быть, стоит там комнату взять, чтобы уже не разочаровываться в том, что ваша комната не того уровня, к которому вы привыкли. Но ресторанами они пользовались теми же самыми, которыми пользовались мы. И я забыла еще сказать, что даже трубочек у них не было. То есть, мы попросили своего мальчика, который нас обслуживал, кафешечки, даже ресторанчиком его не назовешь, кафешечки во время ланча, им, естественно, заказываешь напитки, они же все включены в ваше меню. Я говорю, мне трубочку, пожалуйста, потому как там приносят в пластмассовых стаканах. Он говорит, у нас нету. Я пойду сейчас в баре, в том попрошу, там должно быть. Это, конечно, нечто. То есть, караул раз караул, я еще раз напоминаю, что в тот отель ехать пока не стоит. А на следующий год можно с ними созвониться и узнать, есть ли у них трубочки для коктейлей, приведено ли все в порядок. А я рекомендую вот этот ресторан. Кстати, общая цена. Я у Лэри спросила специально для того, чтобы вам сказать, сколько мы заплатили. Он сказал, вместе с типами мы уложились в 200 долларов. То есть, нормально можно себя побаловать. То есть, мы бы 150 заплатили за то, что нам предоставляли в отеле, и остались бы недовольны. Потому что то, что там увидел, и зная, как они готовят безобразно, скорее всего, мы бы не были удовлетворены. А этим мы удовлетворены 100%. И вид вокруг нас, и атмосфера, и песенки, и все-все-все. Можете тоже воспользоваться этой нашей находкой и побаловать себя в Канкуне. Всего доброго. Пока никуда не собираемся. Но на апрель я уже купила и отель, и билеты в Вегас. И после этого я еду в Оклахому. Из Оклахомы билеты пока не взяла, потому что девчонки придумывают программу, как они меня там будут тусовать. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok